Информационная бригада НТ продолжает свою работу в эфире в студии Арины Аксенова. В ближайшие 15 минут расскажем о важных событиях региона. Для начала коротко о некоторых из них. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка в Демянском селе Лычково. 12-летнего мальчика задавило бревнами. Есть золото и бронза. Новгородцы возвращаются с наградами с финала национального чемпионата «Молодые профессионалы». Регион в общероссийском зачете поднимается вверх еще на одну строчку. Учитывая социальную значимость, в Батецком и Шимском районах раньше срока начат второй этап ремонта трассы Уторга-Шпередольская. 12-летний ребенок погиб в Демянском районе. Накануне вечером в селе Лычково двое мальчишек гуляли возле железнодорожных путей. На них обрушились бревна, штабилированные для погрузки в вагоны. Один сумел выбраться, второго придавило. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура признала это законным. На данный момент следователи регионального управления следкома выясняют все обстоятельства произошедшего. Медики детской областной больницы борются за жизнь 8-летнего мальчика, пострадавшего накануне в серьезном ДТП в Новгородском районе. Всего в этой аварии травмы получили 5 человек. ДТП случилось на 14-м километре трассы Великий Новгород-Порхов-Псков в районе Барков. Как сообщили в ГИБДД, красный Рено Логан при выезде с второстепенной дороги не уступил путь черному Рено Логан. После столкновения оба автомобиля врезались в стоящий на обочине грузовик. В красном Логане пострадал водитель, в черном ехали сразу четверо. Травмы получили водитель, женщина-пассажир и двое детей, девочка и мальчик, 13 и 8 лет. На момент ДТП они находились на заднем пассажирском сидении, были пристегнуты штатным ремнем безопасности. Все пострадавшие госпитализированы. Восьмилетний мальчик находится в реанимации. Его состояние стабильно тяжелое. Золото, бронза, награды за профессионализм. Итоги выступления сборной Новгородской области в финале чемпионата «Молодые профессионалы». Торжественная церемония награждения прошла в Уфе. И после нее стало ясно, регион сделал еще один шаг вперед. В общем зачете движения мы поднялись еще на одну строчку, заняв 13 место из 85 субъектов. В финале 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны. Новгородцы представляли свой регион в 41 компетенции и получили 40 наград. Участник новой для национального финала компетенции агент страховой Сергей Лаптев уже после первого дня соревнований признался, что конкуренция была очень высокой. Атмосфера на конкурсе очень рабочая. Все люди серьезные, все приехали побеждать. То есть борьба, настоящая война, все воюют за золото. Почему так? И ты тоже. Абсолютно верно. Мы приехали побеждать. Боевой настрой новгородской команды принес свои плоды. По итогам финала конкурса наши земляки дважды поднялись на пьедестал и везут домой золото и бронзу. Агент страховой, золотая медаль. Новгородская область. Сергей Лаптев и Анна Алексеева. На пьедестал почета поднимаются победители компетенции визаж и стилистика. Бронзу забирают. Анастасия Федулова, Новгородская область. На своей странице ВКонтакте ребят поздравил губернатор Андрей Никитин. Отметив, что 13 место Новгородской области в рейтинге командного зачета, а это на одну строчку выше, чем в прошлом году, это потрясающий результат для небольшого региона, где система среднего профессионального образования только начинает набирать обороты. И показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Кстати, в Уфе у новгородцев была еще одна важная задача. Наша делегация изучала опыт проведения чемпионатов в преддверии соревнований по компетенциям будущего, Future Skills, которые пройдут в Великом Новгороде в 2023 году в рамках чемпионата Европы. В Батецком и Шимском районах начался второй этап ремонта на автомобильной дороге Уторга-Шпередольская. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновить асфальтовый участок протяженностью почти в 30 километров планировалось в будущем году. Но с учетом социальной значимости этой трассы начали досрочно. Репортаж Ирины Усковой. Эта дорога считается асфальтированной. Правда, местные жители асфальта здесь уже давно не наблюдают. Недалеко расположены два карьера и регулярно курсирующие большегрузы буквально разбили всю проезжую часть. Так что, если здесь и можно проехать, то с большим трудом. Речь идет об участке автодороги Уторга-Шпередольская. Она соединяет Шимский и Батецкий районы, а на период учебного года здесь проходит маршрут школьного автобуса. Но чтобы добраться до места назначения и водителям легковушек, да и тех же большегрузов, приходилось применять искусство маневрирования, чтобы не попасть в ловушки из ухабов и ям. Мы тут уже с этой дорогой воюем долго. А как будет? Не давно. Не давно. А в связи с чем она такой стала? Ну так песок возят с карьеров и разбивают. Разбитым оказался не только асфальт, но и дорожное основание. Поэтому для восстановления убитого участка применили метод регенерации. Он включает в себя измельчение старого покрытия с введением вяжущих веществ, цемента, щебня и повторное его использование. Плюс в том, что весь материал уже лежит в дороге. Мы распределяем цемент, перемешиваем его и укладываем. Выравниваем, укладываем асфальт. То есть все это быстро, дешево и получается все замечательно. Измельчают старое дорожное покрытие с помощью ресайклера. Специальная машина, оснащенная большим фрезерным барабаном. По принципу работы она напоминает гигантский блендер, где по рецепту смешиваются ингредиенты. Полученную смесь ровным слоем укладывают на место. Следом плотно утрамбовывают обычными дорожными катками. В результате получается усиленное основание дороги. Два участка у нас получается в сумме протяженностью 26,6 километра. Изначально по графике финансирования запланированы были работы на 22-й год. Но с учетом социальной значимости очень много было обращений от жителей, от глав района. И все-таки пошли навстречу и передвинулись. С 22-го года на этот год. В принципе, если сейчас погода не подведет, все пойдет по плану, то в течение месяца они должны регенерацию завершить. После регенерации по дороге уже в принципе можно ездить. Однако там, где асфальт был изначально, асфальтобетонное покрытие тоже будет восстановлено. Из Шимского района Ирина Ускова, Петр Самусов, Новости, Новгородское, областное телевидение. Собери ребенка в школу, заплати алименты. Рекордные 15 миллионов рублей удалось взыскать. В этом году судебным приставом в ходе традиционной акции. Ранее эта сумма не превышала 8 миллионов. Об этом сообщили сегодня на брифинге. Такая рекордная сумма была взыскана благодаря активной работе сотрудников управления. Весь август они призывали должников к выплате алиментов. Причем не только применяя меры принудительного характера, но и объясняя, насколько эти деньги важны как для ребенка, так и для его мамы перед учебным годом. Проводили анкетирование должников, где главный вопрос был, сколько необходимо средств, чтобы подготовить ребенка к школе. И в большинстве случаев ответы были очень далеки от реальности. Исходя из анализа анкетирования, наши должники поясняют эту сумму в 3-4 тысячи рублей. Но когда мы с реальностью сталкиваемся, мы все родители, мы все понимаем, что эта сумма достигает 20-25 тысяч. И, конечно, для должников наших эта цифра, она удивительная и огромная, казалось бы. В случае, если должники никак не реагировали на такой способ, судебные приставы применяли принудительные меры, такие как наложение ареста на имущество, ограничение управления автомобилем или запрет на выезд за границу. Как итог плодотворной работы, сейчас порядка 5,5 тысяч должников находятся на контроле по взысканию алиментов. Удостовериться в отсутствии собственных долгов или понять, как их взыскать, можно на сайте регионального управления службы или через портал госуслуг. Доставка газа в баллонах, ремонт дорог, охват интернет-вещанием. Весьма обширный спектр вопросов поднимался на встречи жителей Пестовского района с представителями власти, как областной, так и местной. Такую возможность дает проект «Социальный маршрут». С подробностями Анна Вихрова. Зал местного дома культуры в Пестове полон людей, которые хотят высказаться о наболевшем. Проблемы небольшого и самого отдаленного населенного пункта Новгородской области оказались очень понятны. Самые главные проблемы Пестовского района, это вы сегодня, я думаю, поняли все, что связано с дорогами, с заготовкой леса, арендаторами, с хранением, складированием. Конечно, с баллонным газом. Это проблема всей области. Она не только Пестовского района. Поэтому я думаю, что вот эти встречи, они полезны в том плане, что власть будет стараться для населения решить эти вопросы в ближайшем будущем. В рамках «Социального маршрута» у пестовчан была возможность пообщаться с представителями областной власти. Этим правом они сразу же и воспользовались. Поскольку район еще не газифицирован, местные жители пользуются баллонами, и у них накопились претензии к предпринимателям из Новгорода. Продают газовые баллоны, просроченные. Я привожу его, с меня требуют, чтобы я заплатил. Сколько можно это терпеть? И ничего не предпринимается. Все молчат. В настоящее время управлением Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области производится проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью ГНС Новгород в части того вопроса, о котором мы сказали. То есть взимание платы за поверку баллонов. Также весь прошлый год, пока дети были на дистанционном обучении, для многих родителей это стало настоящей проблемой. Ведь не во всем районе проложены интернет-сети. У меня есть письмо, я вам сейчас его передам. Это где-то в размере 550 человек вам обращается за помощью подключить сеть интернет. Вот микрорайон Роскопестово-Афинцево. Это как вы въезжали к нам первые участки. То есть это почти черта города, а проблема у населения есть. В Министерстве цифрового развития обещали отработать эту проблему и помочь с привлечением оператора, который все-таки сможет обеспечить жителей района интернетом. Не обошли стороной и вопросы дорог. Некоторые межпоселенческие дороги до сих пор не заасфальтированы, и люди ездят по гравию, а обитатели деревень дышат поднимающейся пылью. В рамках ремонтных работ там не могут положить асфальтовое покрытие. Возможно лишь отремонтировать то, что есть. Нам интересно, чтобы гравийные дороги переводились в асфальтобетонные покрытия, и мы эту работу ведем по проектированию. Есть определенный ряд дорог. Однако, опять же, повторюсь, средства на это уходят колоссальные. И выбирая между пылью и аварийной ямочностью, все-таки нужно в первую очередь обеспечить безопасность. Итоги этой дискуссионной встречи таковы. Те проблемы, которые не удастся решить в режиме быстрого реагирования, будут взяты министерствами на проработку. Из Пестовского района Анна Вихрова, Максим Лебедев, новости. Новгородское областное телевидение. Меньше месяца прошло, как в Великом Новгороде на проспекте Мира появились новые остановки. Всего их будет 11. Как утверждали подрядчики, комплексы антивандальные. Однако, оказалось, что сами вандалы про это не в курсе. Первой жертвой городских орангутангов стала остановка напротив бывшего универсама. Здесь выбили защитное стекло. Небольшое происшествие вызвало горячее обсуждение в соцсетях. Звучат идеи, что самый антивандальный остановочный комплекс для Новгорода – это навес на четырех столбах. К счастью, людей, которые хотят сделать мир вокруг красивее, все же больше. В Новгородской области завершился фестиваль уличного искусства «Страницы истории». Всего художники создали восемь муралов. Два в Великом Новгороде, по одному в Акуловке и Чудове, и целых четыре появились в Старой Руси. Два из четырех артов посвящены творчеству Федора Михайловича Достоевского. В этом году отмечается его 200-летие. Это стало одним из ключевых поводов для художников еще раз обратиться к творчеству писателя и воплотить несколько сцен из его романов. Так, женские образы из братьев Карамазовых появились на ближайшем к музею доме. Каждый по-своему прочтет, наверное, данный мурал, но мы видим там и грусть женскую, и радость женщин, и то, что Митя Карамазов мчит в село Мокрое, где и будет в дальнейшем арестован по подозрению в убийстве Федора Карамазова. Еще одной отсылкой к этому же роману стало изображение Алеши Карамазова на улице Минеральная. Раньше она называлась Ильинская, там семья Достоевского провела целый год, поэтому и портрет героя теперь можно увидеть на одном из стоящих на ней домов, как напоминание о писателе. Этот персонаж Алексей Карамазов был выбран как один из ключевых в его произведениях, и хотелось как-то его отразить и показать в нашем видении исполнения. Конкретно эта стена у нас заняла примерно пять дней на реализацию. Все из них первые несколько дней – это подготовка непосредственно фоновой части и разметка, и все остальное – это уже непосредственно покраска, нанесение деталей. Еще один мурал, а именно девушку с лисой, можно увидеть, если пройти чуть дальше по этой же улице. Изображение стало символом того, что наша область – родина сказочной героини Лисы Патрикеевны, и прямым напоминанием о хитром наместнике Патрикеи. Самый масштабный мурал – это Красный берег. Плиты по другую сторону реки от набережной Достоевского превратили в живописные узоры, которые теперь украшают город. А лучший обзор на них открывается с живого моста. В Великом Новгороде вновь снимали документальный детектив. Следствие ввели с Леонидом Каневским. Знаменитый актер, создатель образа знатока Томина пообщался с Максимом Широковских. Начали. Наша история началась недалеко отсюда. Есть? Сито. Уголовное дело, которому будет посвящен один из новых выпусков программы «Следствие ввели», не связано с реконструкцией Софийской набережной. Леонида Каневского и его съемочную группу в Великом Новгороде заинтересовало здание театра драмы, как и другие узнаваемые пейзажи центральной части города. Столько есть мест нетронутых, слава богу, то есть отреставрированных, но это старые места, они узнаваемые, они понятные, о них есть что рассказать, есть что показать. Конечно, уникальный город, красоты небесные, чудо-чудо. В Великом Новгороде съемочная группа программы не в первый раз. Леонид Каневский уже рассказывал о преступлениях, происходивших в нашем городе несколько десятилетий назад. Этот визит был посвящен подготовке сразу двух программ. Их создатели пока не стали делиться подробностями грядущих выпусков, обмолвившись только, что в них речь пойдет о двух убийствах, одно из которых стало особенно необычным для советского времени. Что внутри этого дела, я как-то в это мало вникаю, потому что меня больше интересует, что происходит между, в те годы. Как жили, как общались, как отдыхали, как шутили. И вот это, мне кажется, главное в моей программе, для меня во всяком случае. Это какое время было, более прозрачное, более чистое, со своими трагедиями, недостатками, естественно. В выпуске следствия вели, посвященные новгородским делам, зрители смогут увидеть уже этой осенью в эфире одного из федеральных каналов. Кстати, Леонид Каневский признался, что несмотря на плотный съемочный график, ему все-таки удается познакомиться с городами, где разворачивается история его программ. Так что можно не переживать. Из Великого Новгорода майор Томин увез и совсем другие истории, не криминальные. Максим Широковский, Максим Лебедев, Новости, Новгородское областное телевидение. Умные, верные, цепкие. Это про героев нашего следующего сюжета. В Старой Руси в минувшие выходные прошла межрайонная выставка охотничьих собак. Победители получают право представлять регион на всероссийском уровне. Мария Зверева продолжит. Это как конкурс красоты среди четвероногих. Ведь оценивается в первую очередь не умение исполнять команды, а внешний вид собаки. В этот раз за звание элиты лучшего представителя породы боролись 60 питомцев. Несколько видов лайек, немецкие легавы и эстонские гончие. Чтобы определить, насколько собака близка к идеалу, ее проверяют по целому комплексу критериев. Сколько лет она прожила, там младшая вырастная группа, или старшая, или средняя. Что она за это время приобрела, свои навыки в охоте. Здесь оценивается по комплексной оценке рабочие качества, экстерьер и по потомству. Чтобы получить высокую оценку, собака в первую очередь должна быть хороша на вид. То есть, внешне подходить под идеал породы. Иметь правильный прикус, вес, рост, быть здоровой. Осмотр единицы начинается у ваших лицов с осмотра зубной системы и проверка на крипторхизм. То есть, это проверяется. Владелец смыкает челюсти и показывает зубную систему. То есть, вот смотрится зубная формула. Конечно, повлиясь на то, каким вырастет питомец, владелец может мало. Но, по словам участников, увеличить шансы на победу возможно с помощью питания и тренировок. И следить за этим нужно не только перед выставкой, а на регулярной основе. Для этого нужно терпение, прежде всего, знать, у кого брать щенка. И самое главное, любить охоту с легавой. Экстерьер собаки – это врожденные качества, то, что ей дано порождению. Можно его улучшить за счет физических тренировок, за счет подготовки к выставке. После комплексной оценки внешнего вида, родословные потомства собаки выставляют оценку. Отлично, очень хорошо или хорошо. Кроме того, питомец может быть и вовсе забракован. Такое возможно, если из-за неправильного прикуса или строения он не соответствует породе в принципе. Но такие случаи бывают довольно редко. И в итоге, когда баллы уже распределены, четвероногие в ринге расставляются по местам и получают оценки. А их хозяева – дипломы и медали. Несмотря на все рейтинги и недостатки, хозяину собаки не так уж и важно, сколько баллов она получила. Хоть 200, хоть 50. Ведь вне конкурса красоты она в первую очередь остается для него не участником, а лучшим другом. Из Старой Руссы Мария Зверева, Петр Самусов. Новости Новгородское областное телевидение. К этой минуте все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70-3003. Темы для сюжетов и предложения мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале Новгород ТВ Ньюс. Далее о погоде на вторник, 31 августа. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!